Второй раз выводили на расстрел, но здесь уже, я уже понимала, что это такое. Вывели у стенки, поставили всех, и стояли перед нами уже вооруженные. Вывели, поставили у стены. Вот, было нас немного. И мама уговаривала, говорит, встань лицом к стенке. Это, говорит, очень быстро, ты ничего не почувствуешь. Ты ничего знаешь, раз, и все кончилось. Вот, я отказывалась. Говорю, я не буду. А стояли уже, перед нами стояли вооруженные солдаты. Вот, я говорю, я не буду, я буду смотреть, как он будет меня убивать. Вот, но это лицо, конечно, трудно описать, потому что это была улыбка, и текли страшные град слез, когда она уговаривала меня. И мы стояли, они стояли, никаких команд не было, ничего. Вот, потом, значит, подъехали машины к этому, к воротам. И началась какая-то суматоха, кричат, но они же в основном по-немецки, я этого не понимала. Вот, все, значит, стали бегать мотоциклы, поехали, суматоха какая-то, все. И, значит, один, значит, это выскочил, и быстро-быстро, значит, быстро, и нас всех загнал опять в камеру. Вот это такая судьба. С чем это связано было, суматоха, вы не знаете? Я не знаю, я не знаю, что. Ну, это уже был 43-й год, это уже было близко к освобождению города, вот. Вот, так что, может быть, уже чувствовали, что, потому что потом, вот перед тем, как освободили город Чернигов, было очень много расстрелов. Каждый день стреляли, каждый день, и в основном мужчин.